Украл, выпил в тюрьму. Подобные истории в нашем городе разворачиваются все чаще. С начала года в Первоуральске возбуждено больше 70 уголовных дел по кражам из магазинов. Кто идет на преступление и что пытаются вынести из магазинов? Подробности у Татьяны Уваровой. Водка, огурцы премиум, емкостью 0,5 литра, в количестве 4 штуки, стоимостью 170 рублей 22 копейки за одну штуку, на общую сумму 680 рублей 88 копеек. Водка, особо зимняя, деревенька кедровая, емкостью 0,5 литра. На оглашении всего перечня украденного алкоголя у прокурора уходит почти 15 минут. В списке 30 наименований. Несколько десятков бутылок Валерий Казанцев попытался вынести из магазина в ночь на 31 июля. Правда, большую часть разбил прямо в торговой точке. Тем не менее, ущерб составил 7 тысяч рублей. Просто они все же прямо там разбились. Я взял, я только всего 10, около 10. Может больше, чуть-чуть, может меньше. За кражу из магазина 19-летнему Первоуральцу грозит реальный срок. Не в пользу молодого человека огромный список административных правонарушений, а также совершенный на следующий день после кражи грабеж. Дело рассматривают в особом порядке. Приговор выносят спустя час после начала заседания. Окончательно Казанцева назначит наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с обыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Так называемые магазинные кражи в последнее время в Первоуральске стали происходить чаще. Только в этом году в суде уже рассмотрели 13 подобных дел. В основном на скамью подсудимых горожане попадали за кражу алкоголя, а также продуктов питания – консервов, колбасы, булочек и шоколада. Санкции за кражи разные. От штрафа минимум в тысячу рублей или обязательных работ до лишения свободы в зависимости от статьи. При этом еще далеко не все подобные дела дошли до суда. По данным полицейских, с начала года возбуждено 72 уголовных дела по фактам краж из магазинов. Специалисты даже составили примерный социальный портрет человека, который идет на такие преступления. Это лица, как правило, конечно же, в основном они ранее судимые, так или иначе привлекавшиеся к уголовной ответственности, к административной ответственности, то есть у которых уже, по сути, сложилось стойко-противоправное поведение, которые социально не организованы и, в общем-то, не имеют постоянного источника дохода. Информация о кражах поступает чуть ли не каждый день. Только сегодня в соцсетях появилось несколько постов. Один – о попытке ограбления продуктового на Диносе, другой – о краже из киоска. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.